Сейчас я вам покажу, как вязать этот узор. Его называют или колосок, или елочка. Если мы его перевернем, то можем увидеть, те петли, что идут вниз, похожи на елочку, а те петли, которые идут вверх, похожи на колосок. Давайте я вам расскажу и покажу, как его вязать. Узор вяжется двумя рядами. Первый будет лицевой, вязанный по 2 петли вместе, особым способом. Второй ряд будет изнаночный, вязанный по 2 петли изнаночными, особым способом. Начинаем первый ряд. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 2 вместе лицевых за заднюю стенку и снимаем с левой спицы только первую правую петлю. И так повторяем следующую пару. 2 петли вместе, снимаем с левой спицы только первую петлю. И так будем вязать до конца ряда. Провязываем. Первую петлю снимаем. Первую петлю снимаем. Вот такая дорожка у нас получается. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем 2 лицевые петли. Первую петлю снимаем. И у нас на левой спице остается 2 петли. Провязываем их вместе лицевой. Одну петлю снимаем с левой спицей. И последнюю петлю провязываем просто лицевой. Вот мы связали первый ряд узора. Переворачиваем. И начинаем второй ряд. Второй ряд будем вязать изнаночными петлями. Первую петлю снимаем. Далее вяжем по 2 петли вместе изнаночными. Провязываем изнаночную петлю. И первую петлю снимаем с левой спицы. И так будем вязать до конца ряда. Провязываем изнаночной. Первую петлю снимаем с левой спицы. Узор получается плотный. Сильно петли желательно не стягивать. Провязываем изнаночную петлю. Первую петлю снимаем. И так будем чередовать до конца ряда. С изнаночной стороны у нас получается вот такая косичка. Продолжение следует... Продолжение следует...